Слушайте, я всегда стараюсь следовать советам мамы. Например, она мне с детства говорила, что правильно дышать через нос и выдыхать ртом. Именно поэтому мои друзья странно на меня смотрят в кальянной. Самое страшное для нашей семьи это было случайно разбудить отца после его ночной смены. Настолько, что я научился бесшумно смывать унитази. Потому что если папа просыпался, то мы с братом по-любому отхватывали. Даже если папу разбудила гроза. Потому что дать пиздюлей детям проще, чем Зевсу. Да, я приехал с Крыма, и знаете, мы у себя обожаем ко всему классному добавлять приставку крымский. Особенно в магазинах. Типа крымское молоко, крымский хлеб, крымский тульский пряник и... Да, в Крым я перебрался с Чукотки. С маленького северного города Билибина. Вообще шок. Я солнце впервые увидел. Я всю жизнь думал, что оно в форме желтого уголка листа А4. Причем Билибина находится за полярным кругом. Представляете? Я когда в магазин выходил, мне навстречу шла норвежская экспедиция, чтобы открыть эту местность. Я все детство мечтал на Чукотке, однажды поесть в Макдональдсе, мечтал. И вот переехал в Севастополь, а там мир бургер. Я себя как дома почувствовал. У нас в Билибина был такой же потрясающий маркетинг. Мир штор, мир сумок. Я вообще на своей улице за 15 минут кругосветку выполнял. Но увидев мир бургер, я не отчаялся. И вот приехал к вам сюда, в Москву, а здесь вкусная точка. Мне уже кажется, что Макдональдс конкретно от меня шифруется. Я вообще не удивлюсь, если Рональд Макдональдс в сговоре с моей мамой сидит у себя в кабинете, нажимает на красную кнопку и такой «Не впускать, Алексей Горбенко, у него вообще-то дома стоит зеленый борщ». Потом подходит к окну, раздвигает жалюзи и такой «Тебе никогда не украсть секретную формулу моего чизбургера». Недавно задумался и понял, что я не боюсь зомби-апокалипсиса в России. Во-первых, потому что все, что тут медленно ходит и воняет, унижается толпой школьников. И так как зомби медленные, от них очень просто будет оторваться. Как минимум выживут вот эти типы на приорах, знаете, которые ездят быстрее скорости звука, которые мимо тебя пролетают и только спустя пять секунд... А-а-а, горький вкус! У меня еще такая проблема. Я уже устал каждый год забывать про День Матери. Есть у кого-то такое? Сколько можно в последнее воскресенье ноября? Может, вы еще сложнее сделаете? Вместо Дня Матери час Матери, не? Чтобы был предпоследний час 25-й недели года, чтобы его никогда не поздравил. С Днем Папы сделали проще, да? Его никто не празднует. И... По-моему, есть. По-моему, есть. Вообще, все без понятия, на какое число надо заказывать футболку Пивазавр. Мне кажется, в принципе, День Папы вели тупо из-за того, что как раз 23 февраля по октябрь заканчивается шампунь. Слушайте, а вы тоже не понимаете, зачем в вашей корзинке для приправ есть хоть что-нибудь помимо соли и черного перца? На хрена столько странных приправ. Вот это вот тмин, тимьян или бадьян. Я не хочу их использовать. Это хочу сына назвать. Еще... Еще этот лавровый лист бесконечный. Я, по-моему, в году 15-м пачку купил, до сих пор на середине. Потому что есть негласное правило — добавлять один листик. Мне всегда было интересно, а что два нельзя? У меня что, передоз будет? Что я стану предпочтительнее для каннибалов? В этом проблема. И самое интересное, я не знаю, вкус или оттенков лаврового листа. Просто все люди сошлись во мнении, что лавровый лист по определению все делает лучше. Ну, раз у него такие свойства, я хочу лавровый лист добавить себе в портфолио, окей? Народ, я вам так скажу. Лекарство от рака будет на лавровом листе. Оно не излечит, но рак сделает на варесте. Вам врач скажет, что осталось жить два года, но с лавровым листом четыре. И вот лавровый лист, он настолько охеренный, что в честь него назвали министра иностранных дел России. Вы врубаетесь вообще? Ладно, простите, я с ума сошел просто. Это все лавровый лист. Я просто сегодня в пельмени два листа добавил. Все, спасибо у меня на этом. Все, хорошего вам вечера. Субтитры создавал DimaTorzok